Добрый день, я Георг Хачатурян, журналист, блогер, политический обозреватель. Сегодня хочу поговорить о нескольких вопросах, которые в последние дни после парламентских выборов стали очень актуальными. Прежде всего, хотелось бы вспомнить о состоявшемся позавчера митинге в поддержку арестованного второго президента Армении Роберта Кучаряна. Я был на этом митинге, меня приятно удивило то, что на нем было достаточно много народу. Я думал, будет меньше в той атмосфере, которая создана сейчас в стране. При всем том негативе, который льется из официальных средств массовой информации, из уст руководителя правительства в адрес второго президента, пришло достаточно много людей. Здание Генеральной прокуратуры было оцеплено полицией. Выступали люди, случайные прохожие просили, чтобы им отдали поддержать эти плакаты, на которых было написано, что Роберт Кучарян является политическим заключенным. Были, конечно, и провокаторы целых двое, которые пытались что-то там возражать, говорить наоборот все, но никаких конфликтов и инцидентов не произошло. К счастью для организаторов, которые все очень умело организовали, этих провокаторов выслушали и только повернулись к ним спиной и ушли. Сколько там они кричали, что-то уже их мало кто слушал, по-моему, только полицейские в конце уже их слушали. Я считаю, что это фактор положительный, потому что мы говорили о том, что после выборов у нас не осталось оппозиции. Произошедшее свидетельствует о том, что наша оппозиция теперь на улице. Наша оппозиция теперь на улице и именно второй президент Армении может стать тем консолидирующим фактором, который может объединить вокруг себя. Значит, оппозиционные силы, настроенные против нынешнего режима, находясь даже в заключении, под арестом он, я думаю, способен стать именно консолидирующим фактором оппозиции, которая будет теперь действовать на улице, поскольку внутри парламента никакой оппозиции, как мы уже об этом говорили, нет. Внутри страны еще происходит такая интересная ситуация, связанная как раз с парламентскими выборами. Но новоизбранные депутаты никак не могут договориться по поводу распределения должностей председателя парламента, заместителей. Как оказалось, каждый из них требует себе отдельный кабинет, отдельное помещение. А после ремонта, который был сделан в середине 2000-х годов, еще при Ховике Абрамяне, который был спикер, почти все депутаты имеют отдельный кабинет, но некоторые вынуждены их делить. И до сих пор с кем-то еще, со своими коллегами, не все, большинство имеют свои, но некоторые делят. Я был в парламенте много раз, и после ремонта тоже. Так вот, те, которые вынуждены будут сейчас делить свои рабочие помещения, они очень возмущаются. Видимо, у нас никаких других дел не осталось, кроме как делить кресло. Причем делить кресло в буквальном смысле слова. Кресло, столы, компьютеры, ноутбуки и так далее депутатам. Была информация о том, что супруга Никола Пашиняна отправилась в Швейцарию с рабочим визитом на целую неделю. Встретится, значит, как я понимаю, с предпринимателями, с представителями армянской диаспоры Швейцарии. И я, как гвоздь программы, это посещение завода часового Франк Мюллер, который, значит, знаменит на весь мир. Ну вот, как вот тут не вспомнить то, что люди говорят, что Анне понадобились просто новые часики швейцарские. И вся эта история с визитом в Швейцарию, это исключительно ради этого. Я понимал, что не стоит опираться на слухи и так далее, но жизнь за эти 8 месяцев показывает, что она ездит в Москву, в Париж и теперь в Швейцарию исключительно ради приобретения каких-то новых аксессуаров. Ведь в каком качестве? Я не помню случая, чтобы жена, скажем, Рональда Рейгана или Барака Обамы, или даже Михаила Горбачева или Владимира Путина куда-то одна отдельно ездила с рабочим визитом. Как она представляется? Я жена премьер-министра, это что, должность такая или что это такое? А между тем, события принимают достаточно тревожный оборот. Ну, начнем с того, что, да, европейские страны и Государственный департамент Соединенных Штатов поздравил Никола Пашиняна с проведением выборов, с получением большинства в парламенте, причем абсолютного большинства. А вот что касается стран таможенного союза во главе с Россией, и пока Владимир Путин поздравлять Никола Пашиняна не спешит. Правда, вчера Мария Захарова, значит, спикер МИДа российского, вскользко к этому помянула, что мы готовы конструктивно работать с новой властью Армении, но поздравления официального от главы российского государства пока не было. То же самое аналогично с Ираном. Я думаю, что здесь не последнюю роль сыграли такие антииранские заявления нового правительства о возможном закрытии границ с Ираном. Значит, это делалось под диктовку американской стороны после визита господина Болтона в Ереван. Разумеется, Тегерану это не понравилось, поэтому поздравлять они не спешат, а это очень тревожно. Здесь можно вспомнить и о том, что в прессе появляется информация о возможном подорожании, повышении тарифов на газ в связи с зимой в Армении, что тоже никак не способствует благосостоянию людей. Зимой холодно, люди обогреваются сейчас газом в основном. Времена дров и буржуек, к счастью, прошли, и колориферов электрических. Но вот если тарифы на газ повысятся, то это будет совсем неуютно. Что же тогда делать? Опять доставать из подвалов и с антресолей буржуйки, спрятанные туда после 90-х. Не знаю. Очень тревожная ситуация сейчас складывается в Арцахе. Один за другим идут разговоры о том, что руководство Министерства обороны Арцаха, или как оно называется, армия обороны, из Еревана отправляют в отставку. Вчера весь день муссировались слухи о том, что командующий армией обороны, он же министр обороны Арцаха, генерал-лейтенант Леон Нацаканян, будет отправлен в отставку. Слухи были такие упорные, что даже спикер президента Карабаха Давид Бабаян выступил с заявлением, сказал, что пока нет отставки со мной, мы пока ничего не комментируем. Сегодня утром Леон Нацаканян распространил заявление о том, что пока, что важно, я в отставку не подавал и рапортов таких не писал. А затем появилась информация, что рапорт он все-таки написал о предоставлении ему отпуска. Что за отпуск такой в декабре, а не летом, трудно пока понять, тем более в Арцахе, где так все напряжено. Но одновременно с этим, значит, предполагается, как я понял, отправить в отставку и секретаря Совета национальной безопасности, героя Арцаха, генерал-майора Виталия Баласаняна. Но если это все рассматривать в глобальном контексте, то получается так, что арест в Ереване Роберта Кочаряна, второго президента, и снятие из должностей вышеназванных генералов, означает только одно. Новая власть в Армении убирает тех, кто может воспрепятствовать их таким, как сказать, пораженческим планам в отношении мирного урегулирования. Я пока ничего не утверждаю, это мои предположения, просто все очень как-то складывается, такой пассианс очень нехороший. Почему увольняют, отправляют в отпуск, или отправляют в отставку, или даже арестовывают именно тех, кто против такого развития событий, а тех, кто не против, те остаются на своих местах. Ну, сейчас не будем называть фамилий никаких, но все-таки тем не менее. В связи с этим еще можно вспомнить то, что накануне, опять же, в сети, мелькала такая расшифровка беглая, я не знаю, опять очередная утечка была, разговора, значит, Никола Пашиняна с этим усатым американским дядюшкой, советником по национальной безопасности президента Америки, господином Болтоном, в которой, если, когда ее читаешь, там написано, что Никол Пашинян жаловался Болтона, что осуществлению планов мешает, значит, Елькропа вместе с Манвелом, значит, Арцахское руководство военное и Роберт Кочарян. И Болтон, значит, его успокаивает, говорит, решая эти вопросы, а Америка со своей стороны, значит, позаботится о том, чтобы Россия не возмущалась, чтобы возможная отправка дела Кочаряна в Европейский суд проходила бы не по ускоренному графику, как хочет сторона защиты, а в обычном порядке. Об этом мы позаботимся, а вы решайте вопросы со своей стороны, не беспокойтесь. Ну, я не утверждаю, что это правда, что это соответствует действительности, тем более, что ресурс, который это распространил, сегодня утром был ликвидирован, заблокирован, что наводит на некоторые мысли. Какой это ресурс, я, конечно, говорить не буду, я имею право не открывать свои источники, но я думаю, что многие уже успели с этим ознакомиться, а со своей стороны это означает, что те, кто его блокировал, все-таки очень беспокоился о том, чтобы как-то кто-то это не увидел. И потом происходящее сейчас в арцахском направлении и в отношениях Армении с Ираном говорит о том, что этот разговор очень похож, вернее, его содержание переданное, оно довольно близко к истине. Будем надеяться, что нет. Будем надеяться, что это какой-то фейк. Потому что, если это правда, то это очень и очень тревожно. Это значит, что Армения сейчас вступает на какой-то очень опасный путь, выход из которого, я не знаю, очередная, в общем, даже не хочется прогнозировать, что может быть, если все это правда. Это как у канатоходца, значит, который между небоскребами натянул канат и уже дошел до середины и начал раскачиваться там. Назад не пойдешь, вперед страшно, шест из рук упал, что делать и как быть. Лучше даже не прогнозировать, что будет. Но, так, судя по всему, Ереван начал склоняться больше в сторону, как я понимаю, в сторону, значит, поэтапного урегулирования конфликта Карабахского, того, о котором говорил еще Левон Тарпетросян, переговоры без предварительных условий, значит, поэтапный вариант урегулирования. Тогда эти разговоры, значит, этот вариант стоил Тарпетросяну карьеры главы государства. Он был отправлен в отставку. Значит, получается, мы сейчас возвращаемся к 97-го году, к Лиссабону. Стартовая точка у нас будет не Мадридский, в принципе, не Казань, не Петербург, не Парижский, не Киуэст даже, а Лиссабон. Так получается. И ничего хорошего это не означает. Еще я хотел сказать вот о чем. За все эти 8 месяцев глава правительства ни разу не упомянул о том, как он смотрит на проблему признания геноцида армян в Османской Турции в 15-1915-го года. Значит, я напомню вкратце, что при Ливоне Тарпетросяне, значит, геноцид признала только Россия в 95-м году по предложению фракции ЛДПР во главе с Жириновским. А сам Тарпетросян говорил, что признание геноцида это единственный факт, который оправдывает существование партии Дашнак Су Цюн. У него была такая позиция, значит, что, в общем, это вопрос историков, они в внешнеполитической повестке. При Роберте Кочаряне это был один из основных пунктов внешнеполитической повестки дня. И именно при нем, опять же, так получилось, что более 20 стран признала геноцид. Практически вся Европа, кроме Великобритании, Испании, там, кажется, еще Португалии. Остальные все признали, а Франция даже криминализировала его отрицание. Если вы, как мы прекрасно помним, значит, был принят закон во Франции о уголовной ответственности за отрицание геноцида. Европарламент признал, Евросоюз, Совет Европы, Ватикан, ну и так далее. Серж Сарксян, став президентом затеял так называемую футбольную дипломатию с Турцией, пригласил Абдулла Гюля в Ереван, сам съездил в Анкару. Все это, конечно, не способствовало продолжению процесса вот этого признания. Все это остановилось. Только американские штаты один за другим продолжали признавать, и сейчас из 50 уже 48 штатов признали, но это, даже если все 50 признают, это ничего не дает. А вот то, что страны одна за другой признавали, вот это вот остановилось. Бразилия, Уругвай, Аргентина, мы знаем, признали еще в 60-е годы, а вот в Европе шел такой парад. Германия, Польша, Нидерланды, Италия, под Бельгия, Бундестаг немецкий, они в середине 2000-х подряд по очереди признавали. Потом это все остановилось. Никол Пашинян ни разу об этом не вспомнил, ни разу не сказал о геноциде, о том, как его правительство будет смотреть на эту проблему, но вчера министр иностранных, точнее, исполняющий обязанности министра иностранных дел Зорапна Цаканян на встрече с турецкими журналистами в Ереване заявил о том, что Армения готова, Армения открыта к восстановлению отношений с Турцией, несмотря на то, что между двумя странами в прошлом были некоторые шероховатости. Затем это заявление повергло в шок общественность, затем МИД это стал опровергать наш, говорить о том, что неправильно перевели, он сказал не шероховатости, а нежелательные события. Называть резню, в которой погибло полтора миллиона твоих соотечественников нежелательными событиями, все-таки, наверное, это как-то не очень корректно, согласитесь. То есть, опять же, мы здесь видим такое напоминание начала 90-х. Вспоминается такой был человек, советник Терпетросяна Жирайли Паритян, известный международный авантюрист. И другие тоже господа, и самого Леона Терпетросяна тоже невольно вспомнишь, когда слышишь вот такие заявления. То есть, внешнеполитическая ситуация вокруг Армении в нашем неспокойном регионе в последние дни, которая и так была неспокойна, в последние дни как-то резко, внезапно обострилась неосторожными заявлениями, непонятными задержаниями и арестами, непонятными отставками в Арцахе. К чему это все ведет? Что дальше будет? Как мы встретим Новый год? Такое ощущение, что над нами над всеми нависла какая-то черная туча, уже не тень. что будет дальше пока предсказать сложно, но если все то, о чем я сейчас говорил, все это подтвердится, все это очень-очень тревожно. Ну, я не хотел вас всех пугать, я просто как бы поделился своими мыслями, опять же, я ничего не утверждаю, я только анализирую происходящее. Дай Бог, чтобы все было иначе, я только первый буду сам. Не пугайтесь пока, будем надеяться, что все обойдется. Я открыт к обсуждению, моя страница открыта, в рамках корректности готов обсудить любое возражение и открыто дискутировать. Благодарю за внимание, всего доброго.